Дорогие друзья, братья и сестры, церковь источник жизни, позвольте обратиться к вам от лица пасторского совета с заявлением, которое актуально на сегодняшний день и касается ближайших наших богослужений, которые мы будем проводить в нашей церкви. С сегодняшнего дня вступает в силу закон или требование штата, оглашенное губернатором, о необходимости ношения масок во всех помещениях и в том числе на улице, если вы не можете соблюдать так называемую социальную дистанцию. И прежде чем сделать объявление касательно нашей церкви, хотел бы еще раз напомнить для вас, то что надеюсь вы и так знаете, то что пастора любят вас и пастора заботятся о вас. Они заботятся о вашем духовном состоянии, но также они заботятся о вашем физическом состоянии. И это задача пасторов на основании священного писания, мы это видим в книге Диане Апостолов. И те обстоятельства, в которых мы сейчас находимся, они новые для всех нас и для пасторов в том числе. Нет книжки или нет руководства под названием «Как вести себя во время пандемии», «Как вести себя во время коронавируса». Поэтому очень много нового приходится принимать решения в первый раз по поводу того, с чем мы сталкиваемся. И поэтому пастора много встречаются, думают, размышляют, молятся, просят Божьей мудрости, потому что мы понимаем, что это большая ответственность. Забота о церкви, как я сказал, и о духовном, и о физическом состоянии. Надеюсь, что вы помните это и понимаете, и молитесь за пасторов точно так же, как они молятся за вас. В связи с этим требованием, которое вступило в силу сегодняшнего дня, хотелось бы сделать два объявления. Во-первых, что касается регистрации на богослужение, мы ее отменили. Теперь для того, чтобы прийти на богослужение, регистрироваться не нужно. На любое из богослужений регистрироваться не нужно. Опять же таки, мы продолжаем просить убедительно людей старше 65 лет не приходить на богослужение, потому что вы находитесь в зоне риска, наибольшей зоне риска. Также родители с детьми до двух лет. Или если у вас есть с кем-то их оставить, то пожалуйста, не приводите, не приносите детей младше двух лет на богослужение. Но во всем остальном регистрация отменена, и на богослужение можно приходить всем. Второе объявление касается того, что нам необходимо носить маски в помещении. Это новый закон, который вышел, и он связан с тем, что в штате опять вспышка пандемии. В нашем Снохомиш-каунте, и особенно в Якиме, говорят, то есть там в больницах уже мест не осталось. Не знаю. Но в связи с тем, что возрос опять процент заболевших пандемией, вступает в силу вот эти новые требования. Мы всего не знаем, мы не врачи по образованию, но мы постараемся и мы заботимся. И делаем выводы на основании того, на той информации, которая у нас есть. Поэтому, если вам не тяжело, если это не угрожает вашему здоровью, то мы убедительно вас просим прийти на богослужение в масках. Кто-то говорит, что это вопрос веры, надо верить, или что-то еще Бог защитит. Но тем не менее, мы на страницах Священного Писания находим людей, которые болели. И кто-то болел по своей неосторожности, а кто-то болел по каким-то другим причинам. Поэтому болезнь не исключена из христианской жизни. И никто не снимался на соответственность за то, чтобы мы следили за собой, следили за своим здоровьем. Кто-то говорит, а я не переживаю, если меня заразят, никто меня не заразит. Может быть, но вы можете кого-то заразить, вы не знаете, если вы болеете или нет. Поэтому мы убедительно просим, чтобы вы пришли в масках. И опять же, если это не угрожает вашему здоровью, если это не затруднит ваше дыхание или что-то еще, пожалуйста, придите на благослужение в масках. Принесите их с собой. Если у вас нет, то декана предложат вам на входе в церковь в маски. Опять же, никто никого заставлять под долом пистолета не будет. Просто просим вас проявить ответственность и заботу друг о друге. Потому что церковь – это в первую очередь забота взаимоотношения, любовь друг к другу и забота друг о друге. Да, это усложняет моменты с пением, это может быть усложняет моменты с общением, но это привносит заботу друг о друге, проявление этой заботы друг о друге. Поэтому, пожалуйста, постарайтесь прийти в масках на благослужение. Мы очень хотим, чтобы все были, мы очень хотим общаться, мы очень хотим, чтобы церковь развивалась. Поэтому просим молитесь друг за друга, молитесь за церковь, проявляйте заботу друг о друге, звоните друг к другу, общайтесь друг с другом, ободряйте друг друга, поддерживайте друг друга и проявляйте заботу о здоровье друг друга. Пусть Господь вас благословит и всего вам хорошего. Продолжение следует...